всем здарова всем привет это эмфасис я андрей из colors после непродолжительного отпуска точнее не отпуска пришлось поделать дела кот пришел орать сегодня у нас речь пойдет про довольно интересные плагины которых я не знал ну типа если бы не наши подписчики которые мне скинули наводочку на эти плагины я бы может быть о них и никогда бы не узнал ну это вообще я удивляюсь типа насколько много годноты вообще просто проходит мимо меня то есть ты блять сидишь в этом интернете каждый день эти все сайты тогда там по плагинам по еще кому-нибудь но все равно что-нибудь появляется такое что блин уже было какое-то довольно продолжительное время от и об этом не знал это лютая годнота так вот сегодня мы будем разбирать плагины которые называются freak show industries которые являются но по моему мнению дичайший просто годнотой ну наверное который должен каждый себя уважающий саунд дизайнер или продюсер электронной танцевальной музыки иметь в своем арсенале чего интересного в них ну во первых это конечно общий концепт и дизайн да ну сейчас мы к плагинам естественно перейдем но просто посмотрите на их блин официальный сайт то есть вся эта эстетика всратого какого-то стп я не знаю чё тут только короче нету то есть вот тебе и тут масоны и вот это если пишка какая-то и блин плагин который называется дик смешер кто кто может нормально перевести название дик смешер членодавитель короче ну типа очень мне нравится вот этот вот подход с нестандартным всратым интересным интерфейсом и вообще когда плагины не пытаются эмулировать очередной там уже просто стопиздившие извините что много матерюсь сорян элэй туэй да то есть а вот что-нибудь свое типа типа делать это круто ну естественно не крутые по звуку нам это мы сейчас еще нам предстоит посмотреть да вот и третий момент это очень крутая фича тем что их возможно прям на сайты разработчика своровать я такого я такого никогда не видел короче заходишь на ну на их сайт официально вот все нормально там висит цена да то есть он 30 долларов например ну ты думаешь ну кей он небольшая цена в принципе на на если плагин годный можно купить но что делает рядом с кнопочкой buy кнопочка стил но для недружащих с английским стил это значит своровать так вот если мы нажмем нажмем на эту кнопочку стил прямо на их сайте официальном то есть не это не какой-то левый там сайт да во первых можно ну просто заплатить меньше то есть у них стоимость объявленная тридцаточка да то есть они тебе например позволяют ну заплатить меньше если ты бич типа ну горит ну сорян если ты бичара ну заплати меньше а если ты вообще ну как бы по жизни бродяга you know то ты можешь просто своровать буквально вот причем тут можно даже выбрать причину да типа почему ты воруешь то есть например мало денег сейчас да то есть они тебе говорят ну там мало денег может и все таки подкинешь нам монеточек немножечко да или допустим ты там какой-нибудь идейный любитель говорит что корпорация у нас все ворует байден сытнее в лифте и все такое и говори что плагин должны быть все бесплатные вот тебе тоже пожалуйста качает только вот может быть купить там нашу футболочку с прикольным дизайном но есть смысл просто причина да мне насрать вот буквально так и написано то есть i don't give a fuck вот с нашим старым знакомым гарольдом хайдзапейном который ну вообще никак ты можешь не объяснять просто сказать типа ну чайки ну не похер я просто хочу скачать ваш плагин но это же круто но это же офигенно вообще то есть но я не конечно не жду чтобы каждой компании да то есть имеет ну такой вот подход к своим плагинам дату сделали но хотя бы знать что есть люди которые за там ну за пиратство до своего плагина не грозят тебе там обоссать всю твою семью и подать на тебя в суд да то есть ну а просто говорят ну плату не можешь там купить ну вот скачай у нас там типа легально но это прикольно то есть это круто это меня порадовало я есть честно никак такого не видел если вы знаете подобных еще ну разрабов которые делают так то ну дайте знать потому что для меня это например в новиночку вот ну конечно призываю всех если есть возможность эти плагины покупать потому что лютая годнота но об этом сейчас еще поговорим ладно давайте посмотрим на примере короче я тут сделал такой небольшой примерчик накидал как видите рипер у меня теперь с другим интерфейсом пуши именно этим я и занимался неделю перенастраивал рипер да вот ну и вот такой пример давайте послушаем быстренько такой примитивный драм-н-бэйс то есть мне надо было просто чтобы были все элементы до основные там барабаны басы какие-то там мелодии вокал вот то есть это на этом всем будем пробовать плагины ну и плюс еще закинул парочку альтернативных всяких звучков да для того чтобы можно было проверить самом дизайнерский потенциал то есть это еще один бас это тупо лэпы а ч я просто максимальный машин ган из клэпов и это довольно простенький пэт то есть вот на этом короче и будем проверять всю эту бодягу них сейчас на данный момент плагинов вышло четыре штуки то есть получается 5 их дик смешер ожидается когда-то в каком-то году 2000 до до 99 короче наверное можем его ожидать его пока нету но вот эти четыре плагина pocket dimension мишбай или мишби не знаю бэк мэск и дамстер файл все эти плагины можно скачать прямо сейчас с их сайта нажимайте кнопочку стил и качаетесь лицензии все нормально вот что делать из этих каждых плагинов ну сказать на самом деле тяжело то есть описать их каким-то одним словом да то есть это довольно проблематично это надо слушать короче то есть например ну описание pocket dimension плагина это какой-то visual cortex abrasion что это значит я в душе не знаю ну вот сейчас будем смотреть да мишби это пленка ну с каким-то с каким-то лютым воркфлоу тоже посмотрим реверсер бэк мэск ребекс мэк и nightmare shifter да то есть frequency shifter dumpster fire то есть вот эти вот четыре плагина можно прямо скачать да вот сейчас они доступны ну чё давайте посмотрим давайте посмотрим наверное с самого первого самого простого наверное да то есть и такого непритязательного это бэк бэк мэск все таки называется бэк мэск загружаем то есть это реверсер но для тех кто не знает да то есть реверс это задом наперёд когда звук правил воспроизводится но капитан как бы очевидность давайте посмотрим что он сделает с нашими этим барабанами собственно он их реверсит в реал тайме чем можно делать еще нажимать на абсолютно какие-то отбитые кнопочки слава я всем яйцам что я нашел кнопочку с вопросительным знаком да то есть в разных плагинах она с вопросительным с каких-то она там с глазиком короче где есть описание крайне советую ну наверно не сначала все-таки первые минут пять лучше провести просто тыкая все подряд а потом вот нажать все таки на эту кнопочку где хотя бы что-то написано ну тут ну типа если почитать описание там реле описание просто вообще дурка абсолютная ладно давайте давайте покрутим сначала на всем на всем миксе херану сразу на весь микс чё нам в принципе стесняться да вот это сатанина конечно пацаны если кто-то хотел писать максимально сатанинскую музыку вот полю годноту просто можно 10 альбомов написать берете какого-нибудь там не знаю михаила круга пропускает через плагин может еще там ревера какого-нибудь супер большого наложить все это будет все все будут поклонники black metal или какой-то штуки в восторге ну а давайте смотреть что же все-таки это делает так ну вот первые первый столбик это у нас так понимаю на что триггерится этот реверс то есть он может триггериться либо просто на миллисекунды да ну если честно все равно понятнее не стало давайте прочитаем что написано embrace the futility of existence by reversing your audio что что короче на миллисекунды он триггерится и реверсит ну видимо там по времени так можно эти миллисекунды здесь управлять объяснить как это работает скорее всего будет очень тяжело поэтому даже не пытайтесь понять просто просто примите впустите себя эти плагины вот может триггерится от какого-то от ноты да то есть ну типа видимо это еще миди принимающий эффект то есть можно на него нотки например запускает прикольно я не уверен что это работает ну-ка не знаю не знаю как это должно работать может это надо как инструмент кидать но что-то особо одно так не триггерится но видимо это надо настраивать чтобы миди информация плагин шла сейчас вообще не хочу в это залазить сведение вокала в риппере возможно так триггер он level то есть можно просто на громкость но собственно говоря на поступающий сигнал если вы не слышите разницу между этими ну типа тремя режимами я тоже абсолютно не слышу разницу хер его знает чем она я буквально не понимаю как этот плагин работает то есть он просто херачит что-то можно реверсить все можно реверсить как-то альтернативное можно реверсить рандомно короче вот эта штука ну лично мне кажется что ее самое главное такое назначение да то есть на что она может или круто сработать это вот на каком-нибудь например басе то есть ну для саунд дизайна там того же баса да там нейрофанки может быть ну там чем такое где самом дизайна много хотя тоже с трудом ну типа дается понять какой-то нормальный звук или нет или это полный полный кал кстати на пэде я шли покручу а на пэде кстати прикольно получилось вот ну очень странный плагин он мне меньше всех нравится если честно из типа из этого набора но блин мне нравится картинка вот это и мне нравится то что это ну типа абсолютно какой-то лютейший отбитый рандом ну окей это это неплохо давайте к чему чем поинтереснее посмотрим самый наверное их главный плагин который называется мишби или мишбай хэзэ если есть англичане пожалуйста дайте дайте знать это короче пленка просто посмотрите на этот стратейший дизайн чё это за ручка чё это чё это за лицо что делает категория 1 что это за осьминожи и блять но кто так делает интерфейсы ну офигенно же он давайте слушать как на барабанах это звучит вот то есть этот блок вроде как это у нас просто пленка опять же можно нажать на типа глазик да и посмотреть все таки что это делает но удачи как бы понять что там они пишут то что они пишут но абсолютно языком лютейший отбитым но чё там можно какой-то смысл можно выловить но так понимаю quality это качество пленки distortion все это работает шумец ну то есть как пленка даже в принципе может ну неплохо это заходить какой-то диссинг что такое диссинг давайте посмотрим диссинг это я пытаюсь понять прочитать фазер лейкс за x of cruelty in my motor отец откладывает яйца крути это злобы в мой мотор что please don't touch this пожалуйста не трогать что что но потрогать без понятия что это делает ну вроде как если так вот приводить аналогии да с другими пленками то это какой-то такой флаттер называется да типа но затормаживание или ускорение да то есть пленки то есть скорее всего это типа такой флаттер вот только почему-то мульти бэнд то есть слоу мидом и хаем ты абсолютно каким-то странным единорогом что почему-то единорога нельзя если чё регулировать тут но он регулируется чисто вот этими ручечками ну-ка если на если на бас допустим накинуть давайте на на басочек послушаем как это вообще звучит что что делает опс нет не то отключу что делает на из это короче различные гличи вроде как я понял ну ка ну ка ну ка ну ка если вот на на пэт это накинуть кинуть твою Нет, выключить десинг нельзя То есть эта кнопка, она не работает Вот, слушайте, вот это, я так понимаю, это какой-то лютый глич Так, ну опять же, описание, что-то мои мозги не выдержат Это, короче, прочитайте Слушайте, ну вот прикольно Давайте на вокале послушаем То есть как это работает на чем-то вот таком, более простом Так, вот вокал Ну, то есть если не включать вот эту секцию nice Которая делает основную дичь То, в принципе, это тупо пленка Ну, со странным флаттером, да То есть, ну, вообще неплохая звучащая пленка Если кто-то искал, например, ну просто пленку Можно использовать То есть, в принципе, даже в нормальной, не в дурке, да Ну, этот плагин можно юзать Жалко, что нельзя отключить никак То есть, ну... Как десинг-то этот выключить? Ну, не знаю Я не вижу, чтобы можно было... Фак-фак ми ап Можно правой кнопкой нажать и выбрать функцию фак ми ап Ну, давайте выберем Если это не сатанина, то я не знаю, что Ну, ладно Фак ми ап это рандом Рандомизация параметров Кто бы так еще и назвал Рандомизация параметров Дайте на бас, дайте на бас Попробую Вот эта штука, она, конечно, меня Ну, пока дико впечатлилась, честно Фак ми ап Это был всего лишь нейрофанг бас Довольно простецкий, да Ну-ка, на барабанах как это звучит Это самый странный плагин, который я когда-либо крутил Но, с другой стороны, это и есть его крутость Короче, вот этот максимально крутой плагин Вот, ну, наверное, из всего пакета Сразу так, типа, спойлерну, это вот, ну, самый, наверное, must have Потому что он выдает, ну, просто какую-то полнейшую дичь Еще раз, если вы не понимаете, зачем эта дичь нужна Она нужна То есть, когда тебе нужно сделать, там, не знаю, переходы Какие-то интересные звуки, интересные моменты То есть, это, конечно, нельзя так просто взять и наложить на группу барабанов, да Там, на весь трек То есть, естественно, нет Это должно быть, там, автоматизировано, включено, выключено Как-то, ну, типа, как-то обыграно Но вот такие саунддизайнерские штуки Это всегда охеренно Это гораздо лучше, чем, блин, какой-нибудь унылый 1176 компрессор Так, ладно, давайте смотреть, что еще есть Есть у нас еще плагин, который называется Dumpster Fire То есть, ну, по их описаниям Это Frequency Shifter Твою мать Субтитры добавил DimaTorzok А есть FuckMeUp тоже Блин, а почему-то вот здесь нету Нельзя правая кнопка нажать и зарандомизировать параметры Так, ну, как вам, например, параметр с названием зуб? А? Что... Что может делать параметр с названием зубы, да? Описание этого параметра Билли было 6 лет, когда он покрутил пич А, ну окей, это Rotate the Pitch Вот, то есть, я внизу вот тут описание ПТС читать Окей, ладно То есть, капельку смысла они все-таки в свои описания вставляют Видно, Rotate the Pitch Так, вот это клетка Сьюзи была 4 года Которая устанавливает количество полос Так, это Generate Hellscapes То есть, они буквально говорят, что это адовый плагин Так, давайте это дерьмо затестим на, например, каком-нибудь пэде То есть, интересно Это был вот такой пэт Так, а на вокале, если... Подожди, а это что делают? Это какой-то фокус Странно, что нету никакой ручки Микс DryWet, да? То есть, ну, типа, есть просто куча каких-то странных Абсолютно сратейших параметров Но DryWet-а нет Короче, вот эта штука тоже мне очень понравилась Ну, для техно, не для техно Для каких-то таких дронов Опять же, супер странных вокалов Каких-то, да? То есть, местами для басов Ну, есть в этом 100% саунд-дизайнерский потенциал То есть, я вижу Я вижу Хотя, может, я уже преисполнился просто в своем познании И последний, собственно говоря, их плагин Который называется Pocket Dimension Но это вообще какой-то максимально шизоидный плагин Че делает? Непонятно Давайте попробуем почитать Что он пишет Так, Pocket Dimension Ну, это описание даже читать бессмысленно Да хер его знает, что он делает Короче, давайте просто слушать Не знаю О, есть Fuck me up А я че? А Вот это дичь, конечно Так, ну-ка, на бас Субтитры сделал DimaTorzok Она не заработает Пока, ну, типа, не зажмешь вот этот масонский глаз Да, то есть, не начнешь его водить Так, а здесь как это звучит? Охереть Там еще маленькая ложка летает Так, а ну-ка, на локале Ну, если так попробовать сформулировать, наверное, что это такое Да, то есть, это такой какой-то статтер Да, то есть, тайм-стрейчер Реал-таймовый Как говорится, если бы мы знали, что это такое Но мы не знаем, что это такое Знаете, че? Самое интересное А как это дерьмо все автоматизировать-то? Че? Это че? Ножка таракана? Или что это такое? Это явно не провод Это похоже на какую-то ногу от таракана Так, а как вот это заавтомейтить? Хороший вопрос, потому что Я не вижу Так, ну вот какой-то параметр Типа определился Но что это за параметр, неизвестно Нет, че-то он не захотел Ну-ка, если вот на Райт попробовать Или на тач Ну-ка Блин Кажись Нашел проблему Кажись, что вот эта штука не автоматизируется То есть, ну, по крайней мере Не знаю, почему-то вот в риппере сейчас Ну, никакой разницы нету Да, то есть, что я Автомейтил Что я автомейтил Оно, короче, просто не считывается Потом обратно Печаль, беда Ну, с другой стороны Наверное Тут и не был на этот Той расчет, да То есть, расчет был Просто на то, что мы Будем использовать какую-нибудь Запись Ну, типа, параллельная Да, с этой штукой То есть, ну, по аналогии Там, если кто в риппере Работает с всякими вот этими Глобал сэмплерами Да, то есть, когда ты просто Там записываешь Кучу Кучу говноты Которая у тебя генерится И потом И потом Потом, типа, ее как-то переиспользуешь К сожалению, нельзя автоматизировать И это, ну, конечно Наверное, главная Главная проблема По описаниям Тут я даже пытаться Если честно, не буду Кнопка Кнопочка секрет Кнопка с секретом Ручка с секретом Так, про Трайкана есть описание? Не, про Трайкана Описание нет Короче, не знаю Для меня это Эти плагины стали Если честно Ну, довольно большим открытием Давайте еще раз Их открою Раз уж это открытие В принципе, все годнота То есть, особенно учитывая Что можно прям Ну, типа, бесплатно скачать Но еще раз Я, если еще Если вам очень сильно понравятся Эти плагины Я надеюсь, что если вам Ну, типа, сам дизайн Хоть как-то близок То они вам понравятся Подкиньте им там Копеечек каких-нибудь Вот Я пока, ну, не подкинул Честно признаюсь То есть, ну, скачал Больше так Для своего теста Ну, я охерел То есть, вот эта штука Мишби Прям супер маст хэв Прям очень крутой Вот параметр Nice Ну, и так Пленочка тоже неплохая Pocket Dimension Нереально крутая штука Для саунд дизайна Я уже примерно Представляю, да Для чего я буду его использовать Dumpster Fire Ну, так Немного Спорно Но все равно прикольно Для каких-нибудь Таких дрончиков Да То есть, тоже Странных Тональных Таких Чем-то Ну, больше на пэды На какие-то протяженные звуки Да Ну, и вот Back Mask Наверное, мне пока показался Самым таким Ну, типа Реверс и реверс Да То есть, он слишком Слишком непредсказуемый Слишком много Всякого дерьма Он, короче Творит И, ну, управлять им Сложно Хотя Остальные плагины Ими как бы тоже управлять Я не знаю Легче Истребителем, наверное Управлять Чем попытаться Что-нибудь адекватное Получить из этих плагинов Но все равно Вот И тут нету Murder CPU Убить процессор А, это вот Типа вот эта картинка Чтобы была Короче, мне Очень понравилось Я буду Теперь Точно ждать Вот этого Следующего их плагина Который называется Членоразбиватель Dick Smasher Что это Ну, вроде как Дисторшн Да, то есть Какой это должен быть Дисторшн Откруто Вообще Мне эти плагины Напомнили Отдельную категорию Плагинов Да, то есть Которые существуют То есть Наверное Самые там Из них Ну, такие известные Это, конечно DadaLife Плагины То есть Плагины С сратым Каким-то Абсолютно Нестандартным Интересным Крутым интерфейсом То есть Вот DadaLife Да, вот типа Sausage Fetner Вот Endless Smile У них тоже был То есть Мне вот из этой области Напомнило Только Ну, если DadaLife Это такие Типа Ну Просто Анимешненькие Да, то есть Тут вот прям Шизы такие Со стажем То есть Ну, вот эти Freak Show Industries То есть Прям фрики-фрики Больше я вот Если честно Даже и не знаю То есть Таких вот Именно С таким вот Странным интерфейсом Плагинов Да А, ну вот этого Монаха я тоже Помню Было такое Ну, Simplant Это типа Да Это Ну, такое Не самый, наверное Отбитый Но довольно отбитый Да Помню этого Монаха Это было Ну-ка Top weirdest Vesti plugins Ну-ка, ну-ка Чё пишут Так Глич нет Это чё Это какой-то кусок сыра Это херня Монах Син с котом Это вообще Какая-то стандартная Хрень Ничего интересного Каннабис Вакодер Ну и, конечно Freakshow Короче, нету То есть Ну, на моём По крайней мере В моём представлении Пока нету Ничего даже близко Настолько отбитого Настолько дурковатого Как вот эти Freakshow Industries Плагины Ну, причём Что хорошие Хорошие штуки Реально Вот Ну, короче Не знаю Мне понравилось Буквально всё От подхода Этой компании От визуала До звука Каждого плагина Короче Максимально рекомендую Пока Ну, для меня Это не то чтобы Релиз года Да Но открытие Года Ну, точно То есть Вот эти вот Freakshow Industries Так что, да Такой вот обзорчик У нас получился Не забудьте Подписаться на канал Кстати Спасибо всем Господа За то, что мы пробили Отметочку Небольшой шажочек Но уже есть Чем можно гордиться В 5000 подписончиков Каждому спасибо Вот снимаю Снимаю свою шляпу Все свои шляпы Снимаю Под столом тоже Вот Подписывайтесь Ставьте лайки Конечно Ну и не забудьте В тележку Тоже подписываться Падать там Всякие анонсы Мысли Статьи Короче Там всякая годнота Ну а вся Самая годнота Естественно В нашем Emphasis Премиум Чатике Там вот мы Сегодня обсуждали Например Что эти обложки Неросетевые Может быть Уже и не в теме Демки Скидывали Вот сегодня Обсуждали Демки Про продакшн Терли Вот я рассказывал Там почему Фрутилупс Мне пока Не дается Ну вот Не дается Не знаю Кажись Что зафейлюсь Я с Фрутилупсом В этом месяце Со звоны Проводим В зуме Каждую неделю Короче Там вся годнота Ссылочка в описании Есть Еще заходите Ну а так что Всем респект Спасибо что посидели Увидимся очень скоро Пока Пишите музыку И будьте фриками Ну в меру Конечно Ладно Все Пока